Что касается Банка развития БРИКС, у меня представляется эта идея несколько утопическая. Она хорошая в целом, она хороша как иллюстрация нашего сближения, сближения стран, стремящихся максимально быстро выращивать свои экономики. А что касается Международного финансового института, я слабо в это верю, потому что история знает примеры, например, Российско-Казахского банка, Российско-Венесуэльского банка, еще каких-то в мире. Международный банк у нас есть, Банк МИП, по-моему, если не ошибаюсь. Ни один из этих инструментов не работает в той мере, в какой бы давал ему возможность конкурировать с Банк оф Нью-Йорк или с Дж.П. Морганом, с кем угодно. Банк развития как альтернатива МВФ и прочим международным экономическим структурам нам просто необходим. Его нужно выстраивать, потому что с теми структурами, которые созданы в первую очередь США, нам работать будет тяжело, скорее всего, в ближайшем будущем. Вы заявите, вы продекларируете, что у вас есть инструмент, в котором работают валюты отличные от евро и доллара, и дальше за этим все, дальше тишина. Не вечен ни доллар, ни евро, как исчезли сестерцы Древнеримской империи. Наверное, в свое время тоже казалось, что он там ничего другого не может быть в мире. Но, так сказать, мир меняется, исчезают страны, империи, возникают новые, исчезают их деньги. Инструмент финансовый – это не инструмент политического влияния. А если вы, прикрывая политический инструмент, маскируете его под финансовый, я думаю, что выгода будет только, может быть, в политическом отношении, и это очень краткосрочная. Хошь, не хошь, может быть, мы на этом что-то потеряем довольно сильно, но все равно эту альтернативу строить надо. Субтитры создавал DimaTorzok